Здравствуйте, друзья. Джо Байден официально разрешил бить американским оружием по российской территории, в те места, откуда Россия обстреливает Украину. А нет, стоп. Теперь еще и Германия разрешила носить удары по территории России. Дмитрий Алкоголевич уже передает большой привет Белгородской области. Дорогие белгородцы, как вы знаете, с территории вашего уютного города мы уже более двух лет бомбим Харьков и Харьковскую область. Но, как вы уже, наверное, слышали, украинцам дали добро на то, чтобы х***ть в ответ баллистикой. Что же это означает для вас и вашего прекрасного города? Не буду ходить вокруг да около, а скажу прямо. Вам пи***ть, но вы там, если что, держитесь. И, пожалуйста, не забывайте поддерживать нашу власть во всех ее х***ных решениях. Медведев в ответ нанес удар по Финляндии. Граненым стаканом. Чемпионат по поцелуем в попу. Сразу полуфинал. Каждый, все мы должны работать еще более успешно, более результативно. Я не военный человек, но все-таки скажу, служу России. Спасибо вам еще раз огромное. Спасибо вам, говорит, огромное. За такую возможность щедро жить на широкую ногу. В любой нормальной стране такая преступница и воровка, как я, давно бы уже варежки шила на зоне. А благодаря такой власти живем просто как боги. Фиолетовый Гладков трясущимися руками вышел получить Орден Мужества. Молодец. Получил Орден. Полезай обратно в бомбоубежище. Мы вас не подведем. Мы русские. С нами Бог. Служу Отечеству. Главное, что ты, воин, семью свою не подвел. Так сказать, ни разу не стал для нее обузой. Родина тебя тоже не забудет. Через время тебя вывезут на Валам, на Соловки. Чтобы, как в Советском Союзе говорили, вид на улица города не портил. Все должны работать, как на линии фронта. Все должны чувствовать себя мобилизованными. Войну начал я, а мобилизованными должны чувствовать себя вы. В современных условиях по-другому работать нельзя. Работать должны вы, а в аквадискотеке должен лежать я. Не перепутай. На Алтае сгорело одно из зданий резиденции Путина. Почему только одно, и почему только на Алтае, сейчас разбираются. Екатеринбург. Многоэтажка. Сбор отработанных шариковых ручек с пружинами. Пружины нужны для изготовления дронов для фронта. Во второй армии мира, оказывается, нет даже пружин. Через месяц-два будут собирать еще и окурки. Для наполнения бронежилетов. Во второй армии мира... Наконец-то пришла технология стелс. Сбор отработанных шариковых ручек с пружинами. Конкурс на лучшее народное название. В комментариях. В ДНР вместе с приходом России пришла и возможность заказать деревянный туалет. Сама есть пивной Давид. И он доставляет вот эти вот шикарные туалеты. Да. Которые сделаны вот здесь на пилораме. Свалки мусора. Деревянный туалет. Все в лучших традициях русского мира. Из чего это сделано? Сосна. Сосна. Сосновый туалет, который стоит 22 тысячи рублей. Как вы их тестируете? Могу я присесть? Можете присесть. Можете даже уже начинать. Пробный выстрел, говорит, можно сделать прямо на месте. Один раз можно бесплатно сходить. Производитель берет на себя все расходы. Насколько популярны такие туалеты? Ой, ну уже сколько? За месяц. Это получается четвертый или пятый туалет везут. А месяц только начался. Расскажи, пожалуйста, почем гробы? 1500. Это сосновый. Без гробов русский мир был бы неполноценным. Чем они отличаются? Сосновый легче, тополь, а тополиного нет. Он потяжелее и вонючий. А тополиный сколько стоит? Такая же цена. Ну, сосновый легче. Сосновый легче. И человек, который в нем лежит, он не воняет. А шумоизоляция как? И там, и там одинаковая. А подогрев, вентиляцию, шторки от солнца нельзя заказать? Военные преступники жалуются, что их родственники дома не могут получить медицинскую помощь. И закупить по нормальной цене дрова. Мы, участники СВО из Республики Алтай, выражаем свое недовольство и недоверие о работе Олега Харихарахордина на посту главы Республики Алтай. Тревожные сообщения от родных и близких о невозможности получить элементарные медицинские услуги, сложности покупки дров и его высокая стоимость, трудности с общественным транспортом и многое другое негативно влияет на наше внутреннее состояние. А беспокоенность вызывает ситуация с распределением наших земель тысячами и сотнями гектар. Отдаются так называемым инвесторам. Что останется нашим детям, Харихардина не волнует. Пока мы защищаем родину, наши земли продают. Нам ничего не останется. Поехали в чужую страну, чтобы от своей ничего не осталось. Ничему история людей не учит. Освободитель рассказывает, как командиры пускают их на пушечное мясо. У нас в последний момент просто приехал командир и просто тупо нас на мясо отпустил. Просто на мясо. Потому что мы когда пришли, он говорит, ребят, вот вы молодцы, давайте, короче, мы последнее БЗ, всем отпуска дадим, награды дадим. А потом, когда мы птичку запустили, у нас глаза вот такие были, потому что там человек 40 был их. Просто не по блиндажам, там видно, там очень много человек. И нас пятеро, куда мы пойдем? Их 40, а вас пятеро. Действительно последнее задание. Командир ни разу не обманул. Мы пошли, начали заходить, по нам уже начали работать, уже начали стрелять по нам. Я сам с разведки, мы разведываем, долаживаем, координаты даем, все, артиллерия нашего пошла работать. Поэтому, ну самое обидное то, что мы координаты даем, а не долетает. Не знаю почему, не попадает, просто не попадает, все. Вот цель вот она, они куда-то туда вообще стреляют, тупо нашим бьют, и не поймешь, как в артиллерии. Ну, братан, ты сильно многого требуешь от прицела 1943 года.